Дистанционное зондирование В настоящее время ученые весьма тщательно изучают криосферу, чтобы понять, насколько изменение климата влияет на таяние замерзшей воды. Это очень серьезная проблема, с которой сталкивается человечество, поскольку многие человеческие жизни экосистемы находятся под угрозой. Из-за экстремальных условий окружающей среды дистанционное зондирование представляет собой уникальный инструмент для исследования регионов с холодным климатом. Изучая криосферу с помощью приборов дистанционного зондирования, мы можем получить полезную информацию, такую как движение и плотность ледников. Ледники являются одним из наиболее чувствительных индикаторов изменения климата на Земле, поскольку они выполняют важную стабилизирующую функцию в глобальной системе окружающей среды. Это означает, что даже незначительные их изменения имеют значение. Например, а чем больше плотность отколовшегося льда, тем выше уровень моря. Радиолокация ледников помогает нам лучше анализировать их свойства, поскольку различные характеристики поверхности ледника по-разному влияют на мощность рассеянного сигнала. Концентрация морского льда. Морской лед, как правило, излучает больше энергии, чем окружающий океан, что позволяет его легко различать с помощью подходящих зондирующих методов. Снежный покров и водный эквивалент снега. В то время как снежный покров является важным параметром в глобальной климатической системе из-за его воздействия на свет, отражаемый поверхностью, водный эквивалент снега является количественной переменной, входящей в большинство гидрологических моделей. Толщина морского льда. Радиолокаторы и лидары излучают свои сигнальные импульсы и измеряют время их прохождения до поверхности льда и обратно. Время их двойного прохода позволяет определить расстояние между датчиками, отражающей поверхностью. Зная уровень моря, можно определить высоту поверхности морского льда над этим уровнем, которую ученые используют для расчета общей толщины льда. Если мы знаем, где морской лед более тонок, мы можем успешнее проводить корабли через покрытые льдом участки моря. Как мы уже говорили, криосфера имеет решающее значение для понимания, как меняется наш климат. Объяснение этому простое. Когда солнечная радиация падает на поверхность снега или льда, примерно 90% ее энергии отражается обратно в космос. По мере таяния снега и льда обнажаются океан и земля, находящаяся под ним. Они начинают поглощать солнечную энергию, которая затем выделяется в атмосферу в виде тепла. Этот эффект ускоряется еще больше, когда метан, находившийся в мерзлотной почве, начинает выделяться в атмосферу. Метан — мощный парниковый газ, который удерживает тепло у поверхности Земли. Согласно последним научным исследованиям, если такая ситуация сохранится, то в ближайшие несколько десятилетий в Северном Ледовитом Океане может не остаться морского льда.